Девушки отдыхают 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 Две проблемы с двухсторонним движением. В Заречном тоже бывают пробки, уверяют водители такси. Это две дороги, на которых в часы пик, по словам автолюбителей, проехать невозможно. У нас в городе проблем с дорожным движением нет никаких, только за исключением двух мест. Это поликлиника и дом торговли, на второй этаж, когда подъезжать. Обычно в такие часы пик, в понедельник у поликлиники, утром невозможно подъехать, привезти, допустим, больных. Вся проблема в том, что едут в то и другое направление. Главная проблема в том, что без этих дорог не обойтись. По одной люди едут в больницу, по другой в торговый центр. И решение задачи для Анатолия Корзникова кажется простым. Нужно сделать на них одностороннее движение. Тогда никто никому не мешал бы. Однако в ГИБДД Заречного нам ответили, что таких мер пока даже в планах нет. Единственное, что намечается на ближайшее время, это обустройство парковки около поликлиники. Двухколесные люди. Большой праздник устроили в прошедшую субботу организаторы велоклуба «Байкер» для всех любителей двухколесного транспорта. В городе состоялся велофестиваль. Почему руководитель сбился со счета и о чем скучают бывалые экстремалы в сюжете Данила Кельдешевского. Последняя суббота весны. Уже пятый год подряд Василий Галихин со своими соратниками кричит «Поехали!» и велофестиваль начинается. Да нет вроде такого особо необычного. У нас уже все по обкатанной схеме. Василий Галихин – один из энтузиастов, за которыми тянется все велосипедное движение в Заречном. Уже пятый год подряд этот человек организует в нашем городе велофестиваль. Этот праздник сочетает незабываемое зрелище и уникальную возможность прокатиться на экзотическом транспорте. Основная изюминка пятого фестиваля – восьмиместный велопаровозик и велокарусель. В этом году сотни участников со всего Урала. Что вы чувствуете? Дай телефон! Какое небо голубое! Отлично все! Я сейчас сам буду в виде хестиваля. На время показательных выступлений живые люди превращаются в препятствия для велотреалистов. Избыток адреналина испытывают в равной степени и те, кто внизу, и кто вверху. В голове работает другой механизм, когда ты видишь, что перед тобой живые люди. Ты начинаешь прыгать и раньше, и приземляться еще позже. То есть прыгаешь с большим запасом. Здорово! Давай пять! Василий Сидинкин – известная личность. Он родился и вырос в Заречном. Сейчас живет и учится в Екатеринбурге. Каждый приезд в родной город для экстремала – настоящий праздник. Заречный будто создан для велосипеда, считает Василий. Катался бы дни напролет, но учиться надо. Через год заканчивает институт и обещает вернуться в родной город, чтобы возродить здесь культуру велоспорта и триала. Занимать людей надо. То есть чем бы дитя не дешилось, лишь бы она занималась, полезно делали. Валентин Боярских – сорганизатор фестиваля. Свои соревнования по фигурному вождению он приурочил ко Дню защиты детей. Вот только всех участников ему пересчитать так и не удалось. Велотренер заверил только, что их очень много. Вот эти все ребята, они тоже начинали с детских велосипедов. То есть вот я 14 лет начал, они на детских велосипедах катались, а сейчас, пожалуйста, взрослые ребята прыгают и катаются, и все что угодно. Программа велофестиваля завершена, и мы перебираемся в базовый лагерь. Поехали! Участникам предыдущих велофестивалей показалось, что удовольствия длится слишком мало. И в этом году для них устроили неформальное общение у костра. Ночевка в палатках в базовом лагере. Утром все разъехались, чтобы встретиться через год. Данил Кельдушевский, Антон Коряков, Сергей Жильцов. Детали дня. В выходные на Белоярском водохранилище прошел открытый чемпионат Свердловской области по водно-моторному спорту. Помериться скоростью на воде съехались спортсмены разных возрастов со всего Урала. Как школа картинга приводит к успеху в водно-моторном спорте, и чем 12-летний зареченец удивил своих тренеров, смотрите в сюжете Марии Морозовой. Сегодня Константин Устинов настроен по-боевому. Впереди борьба с четырьмя уральцами в трех заездах. Сегодняшние соревнования для него – как большая тренировка перед первым этапом чемпионата России, где ему придется соревноваться аж с двумя десятками гонщиков. И там, и там его задача – стать первым. И, конечно же, получить удовольствие от самой борьбы. Адреналин, рвение к победе – все такие чувства. Когда борьба идет между гонщиками в заезде, это такие моменты, которые надолго запоминаются. Позади многолетняя школа картинга. Отец Костя уверен, именно она и помогла спортсмену быстро освоить искусство водно-моторного спорта. У нас это семейное. Я сам занимался картингом, мастер спорта. И сына привлек в спорт. У нас 5 лет он у меня начал гонять. Серебряный призер первенства России в юноше. В международном классе, классе ракет 85 кубов. А потом вырос и как-то от картинга немножко отошли. И стали Владимира Николаевича заниматься. И гоняем уже практически 4 сезона. Самым юным участником соревнований стал 12-летний зареченец Сережа Полькин. Это первое соревнование по водно-моторному спорту в его жизни. Мальчик начал заниматься ими совсем недавно, буквально 5 месяцев назад. И уже успел поразить тренеров своим упорством и усердием. Чемпионат по водно-моторному спорту проводится в Заречном каждый год. Для того, чтобы сформировать команду Свердловской области для участия на России. По состязаться в гонках на воде съехались спортсмены из Челябинска, Кургана, Нижнего Тагила, Каменско-Уральского и Новоуральска. В этом году для них появились новые правила. Раньше у нас можно было заниматься только с 12 лет. Сейчас в возрастной категории другие. Можно заниматься даже с 8 лет. Можно начинать с 8 лет. С 10 лет уже гонки. Ну а 12 это уже сборная команда. То есть это хорошо. В принципе мы взяли это из-за границы. Несмотря на юный возраст, Сергей Полькин вошел в тройку лидеров, заняв второе место. Для новичка результат поразительный, признаются тренеры. А вот опытный гонщик с 4-летним стажем Костя Устинов по итогам трех заездов стал абсолютным лидером. Сейчас он будет готовиться к чемпионату России. В конце лета его ждут европейские соревнования в Прибалтике. Возможно, украшающий зареченские лодки номер 12 с сегодняшнего дня станет счастливым числом наших спортсменов и будет приносить лишь первые места. Мария Морозова, Денис Анисимов, Сергей Жильцов. Детали дня. Дети атомщиков Подвоим участникам из Заречного удалось выйти на финишную прямую – Алексею Фатину и Анне Тютиной. Алексей поразил жюри исполнением песни Майкла Джексона «Билли Джин», при этом еще и станцевав не хуже знаменитого певца, по мнению жюри. 11 июля Алексей и Анна отправятся в творческий лагерь, где им предстоит работа над мюзиклом. Лагерь, веселье, будем репетировать, готовятся, будут разные конкурсы, подготовка будет, потом будут гастроли. То есть вы будете ставить какой-то мюзикл? Да, потом его в прошлом году представляли в Кремлевском дворце. Город «За». Первый в Заречном телевизионный конкурс талантов продолжает свои поиски. Если вам есть что показать, становитесь участником проекта. Напомним, съемки «Зареченских талантов» уже начались. Первые участники уже знают, каково оказаться перед объективами телекамер. Подать заявку на участие в конкурсе еще не поздно. Мы приветствуем любые жанры и направления. Если у вас есть готовый номер на три минуты, спешите заполнить анкету. Их вы можете найти на нашем сайте zartv.ru и в газете «Пятница.Пром». Заявки принимаются до 19 августа. Мы по-прежнему ждем от вас новостей. Люди, события, явления. Все, что может быть интересно городу. Наш телефон 7-11-72. За лучшую новость недели мы дарим подарки. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. С этой недели каждый четверг вы сможете увидеть повтор самых интересных выпусков программы «Детали дня». на канале Заречный ТВ. До встречи!